не видно что нет а я тебя перекинул другую комнату короче начинаем начинаем говорить смотрите ну потому что уже типа нет смысла молчать мы хотели все собраться в беларуси но так как такие ситуации с которой происходит беларуси и вообще со вторым этим то мы не хотим рисковать короче и фишка я ну типа я даже всем не писал по поводу этого смотрите короче есть такая тема что сейчас начали с память что у нас полный разлад но все это пошло только с того что ну типа были несколько моментов были несколько моментов типа ну то есть ладно давайте чтобы все слышали да давай давай а чё воде зачем валик тебе едет не знаю просто что я хочу подъехать но мы не будем долго типа мы не будем это размасоливать и говорить не будем для нам бы типа нам бы чат выключить потому что я хочу смотреть что люди будут писать потому что нам нужны вопросы но по факту типа там скорее все будет спам пиздец ладно я выключу я выключу это блять на это пиздец как общаться с чадами просто не понимаю ну то с таким никак влитая короче смотрите объясняю для всех возможно многие сейчас расстроятся но проблемы не существует у нас были моменты базара 0 там были моменты ну типа смотрите короче у нас было раньше так я писал славе а когда он мне вновь ну типа срочно нужен был на стрим у нас была такая договоренность что типа я писал ему слова ты мне нужен там восемь часов там то 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 и он приходил потом ну типа это все отошло я уже типа ну я ему не спамил так как до этого было потому что я как бы понимал что у него времени особо-то и нету ну типа такого чтобы по кд быть на стримах я типа просто спрашиваю кто ты хочешь он был там нет я тут не хочу например кто-то не хочу все было вначале нормально но все началось с того момента как короче с трека алексея короче когда типа слава поехал на трек алексея смотрите я славе не писал то есть ну как бы типа я сразу объясняю что я славе не писал по поводу мирового господства типа ну у меня типа была короче такая хуня типа то что типа слава до хуя не приходил и такой типа мне как-то типа так было писать то есть я уже думаю ладно пизду тебе не буду писать короче типа напишу ему потом поставлю перед фактом а потом я вспомнил что его позвал алексей и типа как бы похуй но зрители это на самом деле важная тема была ты же мог заранее написать да я мог заранее написать но фишка была в том что я не написал типа никому но а тут проблема заключалась в том что люди видят это совсем по-другому блин обстанно типа и ну это просто прикол в том что ну я как бы объяснял один хуй как бы ни до кого не доходит что алексей меня позвал за неделю то есть он типа снял все вот эту хуйту то есть и ну ну по факту ты написал за пару часов не туда же тут даже не в этом короче была проблема я говорю что у нас есть типа как славы такая типа как она я не могу сказать договоренность но у нас есть такая штука что мы когда пишем что срочно нужно то все заебись типа ну тебя писал мне были стримы когда я писал слав ты по-любому там нужен потому что у меня типа там например рассчитано на тебя и он приходил и был момент когда вова сказал то есть как бы ну кто вообще начал всю эту тему вова сказал типа фразу по факту он сказал фразу из чата он сказал что думает чат что типа у нас пошел разлад возможно возможно у нас пошел разлад типа визуальный мы также общаемся совсем так сказал сказал что типа я вижу почему это все идет то есть смотрите я вам я вам киданут я вам я вам заявляю возможно это будет очень как жесткое заявление когда ребята приедут мы мы обещаем вам дохуя дохуя совместного контента и типа по сути я же могу уехали в одессе допустим в одессе же нормально ну какая одесса делать ну блять и приезжаешь да нет на нет ну блять понимаешь вот сейчас это говорить на стриме давайте поедем в одессу не ты приезжаешь ну ты приезжаешь в украину ты сидишь две недели в ебаном доме то есть нельзя никуда выйти ты две недели сидишь ну изоляция нельзя сеть нельзя типа нельзя к этому относиться так типа вот образный раз и заебись у нет типа ну и у нас есть изоляция две недели то есть две недели будешь сидеть дома мы ничего не сможем делать то есть типа выходить ты сможешь после после девяти десяти часов ты сможешь выходить куда-то то есть и по факту проебланишь две недели дома как ебланила юечка ну я про эту хуйню не знал ну вот границы выпуслений раз 2015 году ну подожди а в белоруссии то же самое не будет ну в белоруссии сейчас одна ситуация типа просто происходит да нет там скорее всего не с этим я просто не хочу эту тему поднимать а я просто сказал когда про беларусь мне начали память очень сильно в дискорде те люди которые там живут о дискорде в инсте и я поэтому понял что ну его нахуй туда ехать типа это бля братан ну там кстати я бы не сказал что он пиздец по сравнению с москвой там хуйня ты не про ковид или прошло или прошло нет там в этом дело вообще ну блять и съесть чате люди кто там живет напишите что что там сейчас делают что там сейчас происходит вообще ну вот вещи в чате пишет я просто не хочу эту тему поднимать потому что политика довольно жестко карается на твиче и поэтому я типа это и слова вчера мы на стриме говорили и он сказал что он бы туда типа вообще не советовал бы ехать из и собираться более чем 5 человек короче ну типа тема такая смотрите это типа сейчас происходит визуальный эффект смотрите просто попал в тот момент когда мы не можем нормально это все за контроль потому что ребята поехали отдыхать в москву я просто не да просто типа вы не можете понять мою сторону что вы мне хотите сказать что я должен им писать ребята мне похуй что вы там собрались все в куче вы хотите отдохнуть вы мне нужны блять там на стриме вы мне нужны там чтобы вы посидели тут вы это хотите чтобы я говорил блять я вчера если что вчера на наташа бердникова наталья бердникова блять приехала карине дина блин писал арене ты можешь прийти на мафию арена ей отказала я знаю что арена мне не отказывает если я напишу арене она скорее всего пойдет я специально день не писал чтобы человек отдохнул потому что я понимаю что ну не знаю арена не умеет не отказывать она просто не умеет и так получается типа сейчас так получается что хейт попал именно в тот момент когда все ребята находятся в москве когда они отдыхают когда они общаются когда они проводят время вместе я физически не могу перебороть себя чтобы даже сейчас им всем сказать так ребята ну я понимаю что вы отдыхаете но все мы собираемся сегодня играем свою игру вы так хотите чтобы это было я например этого не хочу и у нас нет того разлада у нас нет того мы не потеряем то что мы строили все это время ну то есть типа блять я вам я вам это обещаю мы не потеряем если вы увидите у нас какой-то невероятный там разлад когда это все будет я вам запущу стрим и скажу что все пизда мы там все совместно не делаем типа ну просто сейчас три дня сейчас три дня сейчас настолько все накипело я говорю у меня было у меня было у меня был такой пиздец когда я я на стриме сказал что я сидел видос смотрел я хотел посмотреть словам видос и мне было противно когда я смотрел на чат который еще неделю назад еще неделю назад все эти люди писали что слава там блять мы хотим увидеть славу там слава то-то-то они пишут у него на стриме одно а заходят пишут ладно хейтеры базара ноль хейтеры которые хотят хотите без проблем но я же открывал я специально зашел на стрим я специально прокрутил тот момент я нашел этих людей я смотрел что неделю назад эти люди не хейтили они звали понимаете за три дня с видосами из инстинга стрим инсайдом люди изменили свое мнение полностью это ненормально у меня типа тоже начну сложилось такое мнение ну я охуел то есть понял я вообще такого не знал что такое бывает бред меня такое мнение сложилось то есть о людях то есть что настолько быстро все все могут переобуваться бред это полный пиздец то есть не о всех но какой-то части бред вообще пиздец еще объясняю один довольно смешной момент который случился вчера ну да это переобуваться снг но скорее всего есть это везде это не связано с снг то есть смотрите происходит такая ситуация что идет очень жесткий хейт если что там дима ликс включает стримы днем и его если что как и каравая как и строга ебут в жопу каждое утро каждое утро ну там типа ты раз не заходишь ты не смотрел эту он запускал и его просто ебали в жопу ну типа на него просто пиздели типа что вы там такие-то 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 понимаете что даже мы не могли я даже не мог сейчас взять бусера куда-то я не мог то есть типа это было бы показушно я потому и сказал игру нам надо запустить выговориться потому что это пиздец я не могу его позвать куда-то потому что это будет выглядеть показушно потому что вы скажете что он пришел только для того чтобы типа все это пофиксилось понимаете я не мог физически его даже куда-то сейчас взять просто не мог потому что вчера был момент когда он зашел он хотел поиграть фортнайт с мапки я у них украл мапки он зашел спросил про слот что писал чат ты видел да что писал чат я на секунду ну типа я увидел момент когда ты начал спамить и там начал спамить уже пасту я видел был момент типа и что слова уже начал спамить пасту в чат то есть типа ну блять и это просто пиздец ну вот как вы хотите как я должен его звать на стримы как без такого разговора я его не мог позвать на стрим уже никак потому что если бы я его позвал в чате был бы полный пиздец ну то есть если вам интересно мы можем обсудить тему когда я включил славен видос и такой вот раз было да как блять как чтобы не было какие бы ни были моменты блять какие бы ни были мы никогда такого не было я включаю видос я сижу говорю ну я сижу себе в голове говорю ну ладно да там спамят внутри три минуты пройдет, перестают спамить. Через три минуты, через три минуты чат запустил хэштег ББ в чат. Они запустили ББ, что они съебываются. Они запустили бунт того, что они уходят. Три минуты. С хейта до хэштега ББ. Они хотели съебываться со стрима из-за видоса. И что? Это хейт? Это нормальный хейт? Это же показуха. Ну, типа, будем честны, это показуха. И я вам скажу так, я вам скажу так. Хуй. Вы дождетесь того, чтобы мы все посрались. Вы хуй нас посрете. Люди, которые специально это хотят. Вы хуй. Окей. Я вам просто скажу, что вы хуй нас посрете. Хуй. Какие бы у нас ни были проблемы, мы все это решим. Сейчас Вадя зайдет, блять. Сейчас нахуй все скажет. Ладно, если что, он ничего не скажет. Но я просто вам говорю, я вам заверяю. Если мы посремся, то мы посремся сами. Ну, типа, вы на 100% не посрете пастой и какой-то темой в стрим-инсайде, там, если честно, со стрим-инсайда я в последнее время очень сильно горю, потому что это просто пиздец. Ну, то есть, типа, если бы не было моментов стрим-инсайдов, я думаю, большинство проблем бы вообще не было на Твиче. Я не знаю. Может, уже знаете, может, уже надо, блять, мне тогда брать это все в свои руки, блять, и каждую ебаную, каждую хуйню, блять, со стрим-инсайда, давай тогда я буду форсить. Каждую ебаную залупу со стрим-инсайда, хотите, я буду форсить, появится какая-то хуйня, кто-то на кого-то напиздел, я включу стрим, и просто захуесось у того, хотите, блять? Давай тогда поднимать это, давай тогда поднимать. Почему? Почему стрим-инсайд пишет? Почему? Я вот, ну, типа, у меня сгорело пиздец. Почему стрим-инсайд выкладывает абсолютно уебанский ролик, абсолютно уебанский ролик, без пруфов, без ничего, блять, просто уебанский ролик. Полностью согласен. Вот, объясняю, вот. Вот, зачем он это выкладывает? Зачем он это выкладывает? Вот, есть ролик, связанный с караваем. Зачем выкладывать ебучую хуйню? Просто ебучую хуйню. Я увидел этот позор, я увидел этот ебаный позор, мне стало стыдно, мне стало стыдно. Это даже, это, это, это смотреть стыдно. Это ебаная хуйня. Он притянул Вадю за то, что он просматривает видосы. Я захожу к нему на стрим, я захожу к нему на видосы, блять. Я захожу к нему на видосы, и мне стыдно, блять, понимаете? Мне просто стыдно, блять. Это позор. Такое не должно выкладываться в паблике, которое растет только из-за того, что, блять, Макриский когда-то, блять, его поднял, нахуй. Не должно такое выкладываться. Вот такая хуйня. И чтобы он тут не писал, блять, чтобы он тут не писал, как бы он не защищал, Хуйня, видос хуйня Был бы разъёб, было бы другое Видос полностью хуйня Что здесь в видосе, что здесь в видосе То, что Каравай смотрит ролики Так иди, а хуй ты тогда, блядь, хуй ты даёбушка Иди к братишкину попробуй разъеби Иди, получи хейта, блядь Иди, получи хейта, блядь Иди к братишкину, блядь, с таким роликом Иди разъеби братишкину за то, что человек смотрит видосы Пойди, блядь Чё с долбоёб у тебя слышно экране снизу? Слушай, Каравай модный, дядя Он так затарился, я его сыр трахал Мне говорю, типа, я пиздец Я начинаю охуевать Я начинаю охуевать со стриминсайда Это просто пиздец Типа, я люблю этот паблик, по факту Паблик хороший, потому что здесь люди пишут своё мнение Но, блядь, выкладывать вот такую хуйню Можно не выкладывать Это дерьмо можно не выкладывать Это байкерская тема, а вчерашний пост про... Ну ты понял, про что? Я понимаю, хорошо, это хорошо, ладно Это хотя бы... это же хуйня постная Это постная хуйня, там нет ничего Там не то, что разъёба, нет, блядь Там даже контента самого нет Всё вытянуто из пальца А чё это лыбится, блядь? Кто-то может обнимать Пузырьки надувать свои хуев-то Нихуя у тебя здесь, слышь? Носос, блядь Сделай свой стримин-сайт Да тут не в этом же дело Я говорю, вы просто... Ну, типа, мне уже, знаете, мне настолько я смотрю на этот стримин-сайт Ты около ПГ, братан? И мне хочется начать Да, спасибо Ты там, где вы будете уже? Нет, нет, нет Тебе далеко ехать? Да это... Илюх, есть... Илюх, знаешь, какой подарок я тебе готовил, который мне наебали? Или ты услышал уже? Стропом, дядя Ну, короче, я тебе подарил другой подарок, ты сегодня его увидишь Но я тебе готовил, короче, клавиатуру кастомную, типа, с неоном И там были все кастомные клавиши И, типа, чел не мог нормальный отправить во время коронавируса И до сих пор я жду отправку уже, ну, как бы, типа, два с половиной месяца я жду отправку Поэтому ты сегодня получишь подарок, типа Этот подарок, грубо говоря, это просто уже будет, как, ну, такой братский подарок Он когда приедет, я тебе уже просто вручу не на день рождения, а просто так Ну, типа, блять, потому что, ну, типа, эта тема очень жестко тянется И меня начало напрягать, потому что, типа, я хотел, чтобы был эффект А по факту никакого эффекта нет Поэтому сегодня тебе приедет братский стропон, блять Ну, я надеюсь, тебя заснимут А, чё там, пиздите уже подошли? Бомжи сидят мелочкой Бля, опять этот долбоёб оделся, как еблан, блять Не, это не про тебя, Диман, не про тебя, Диман Покажи А справа, слышите, справа кто сидит, тоже Вашкин Ты, глянь, сидит, поднял его А, не видно, у него был О, ебать, друг, слышишь? А ну подойди к другу, познакомься, Илюх Он на роликах? В Гадиманов? Да, он Он прости его не снимать Не снимай! У нас тут тупо военный, один в хаке, второй в бронежилете Все, я говорю, типа, я надеюсь, это каким-то образом повлияет на аудиторию, потому что это пиздец Ну, то есть, типа, ждите? Какого числа вы едете домой? Все по-разному, все по-разному Завтра буду днём Ну всё, Илюха завтра будет днём уже Вадя, а ты когда будешь дома? Ты когда дома будешь? Я пока не знаю, может, тоже завтра уеду Просто есть и смысл оставаться Давай пиздуй нахуй Нет, просто я объясню Я объясню такую... Илюх, ты можешь выключить микро? У тебя звуки в море, блять, ебалы в жопу Нет, я объясню такую тему Просто я не хотел влазить в эту всю хуйню Ну, типа, потому что хейт был... Ну, такой Там что-то, блять, два раза написали Что-то такая хуйня была И просто сейчас всё затянулось настолько, блять, что... Ну, блять, это ж полный пиздец Блять, это чудоёбаная, блять Блять, как же он... Сколько стоит шмот? Блять... А Писюлька-то вообще, слышишь, не выпирает ни капли даже Это что это? Что это на нём, блять? Это Ватчин Дэмион какую-то хуйню купил, блять? Ну, и... Я не знаю, где он это купил, но... Ну, смотри, просто... Такой вот... Приколист Я представляю, что он в Люберце после десяти... А вам не стыдно с таким долбоёбом ходить? Позор, ебаный ей Ну как, слегка Ну а чё? Я понял, ну... Ничего страшного Короче, всё, блять Я заебался, нахуй уже, блять, рассказывать хуйню Ссор у нас никаких нету, блять? Я не знаю, нахуй Вон Вадя вам докажет, блять Вадя! Чё... Я не слышал просто ничего Он говорит, что уебан Пор empresas Чё,сякашки Говорил, что... Эээээээээээ... Передай ему波 Скажи, я говорю, что... Ссор у нас еще нету Нас все, заебись! Поэтому... Вадя сказал, что вы заебали АФК-стримеры, ебаные. Никакого контента не делайте. Он говорит, что Вадя сказал, что вы заебали АФК-стримеры, ничего, кроме видосов, никого контента не делайте. Короче, блядь. Я надеюсь, вы поняли, блядь. И больше не будете нас доебывать. Я вам серьезно говорю. Типа, когда мы сейчас все вернемся, мы сейчас все вернем в русло, блядь. Поэтому, если мы будем от вас... Я сразу говорю, типа, что если я буду от вас получать опять вот эту ебаную пасту, Я пока какое-то количество времени я буду стримить с сапчатом. И ни в коем случае я не буду байтить на сапчат. Мне нахуй эти сапки не нужны. Я не хочу, чтобы вы кормили твич. Мне это не нужно. И я всегда был против этого. Но я буду стримить с ебучим сапчатом, если вы будете такую пасту ебаную делать. Ну, то есть, типа, я вам серьезно говорю. Мне нахуй эти сапки не нужны. Ну, типа, мне не нужны, чтобы... Типа, строго, наконец-то, новая футболка, блядь. Бля, я хочу... Бля, я так хочу, чтобы кто-то строго въебал, блядь. Может, кто-то в ГТРП ебаную? Вчера уже, дядя. Я, я могу, я могу ебашить. Причаст. Ну, у нас как ты, ноутбуки с собой мы открыли. Такой чухлой, ты ебать, слэш. Все, Вадя, мы полетели. Илюх. Илюх, илюх, и этот, если тебе новый подарок, ну, не понравится, который сейчас приедет. Ну, типа, ты хуйло, понял. Вадя, брат, ну, самое главное, это не подарок, а внимание, сколько сил ты... Дядь, это пиздец. Сейчас пиздец подарком был, я тебе просто говорю нахуй. Я просто намутил подарок, блядь. Вот так вот, блядь, просто. Там Кент едет сейчас к тебе, блядь. Вадя, мой подарок... Через всю Москву, блядь. Ебать, как сказал нахуй. Я понимаю, я понимаю, что будут... Давайте, давайте. Я понимаю, что будут челы спамить, но, ну, блин, в принципе... Блядь, а кого я слышу там все? А, это у меня еще Владисцы. Я говорю, в принципе, типа... Я банить никого не буду, то есть, это, типа, ваше мнение. Ну, типа, по факту, просто я говорю, чтобы вы не занимались такой хуйней, я вас очень сильно прошу, потому что сейчас все ребята приедут домой, и мы будем совместно делать, типа... Вся эта залупа будет, понимаете? Просто считайте, что это отдых. Все, не более. Не более. Слышишь? Сморкнулся. Чтоб не пропадал. Не, спасибо, брат. Стриминсайде будет писать, что никто, кроме Вани, не говорил. Да мне похуй, что будет писать в Стриминсайде, потому что, блядь, когда Слава что-то будет говорить, я знаю, что будут люди писать. Я же уже говорил, в смысле. Ну, типа, мне к вопросу писали, типа, я отвечал на вопрос. То есть, ну... Ну, типа, ну, по факту, вот, я могу отключить чат, могу просто выйти, типа, если бы... Понимаете, вы имеете... Вы имеете сейчас Варик написать нормальные вопросы, спросить, но по факту, скорее всего, вы просто будете ебаную пасту спамить какую-то, блядь, ну, типа... Понимаете, что... Я вам объясню, я вам объясню такую маленькую вещь. Вы создаете ссору. Вы, наши зрители, люди, которые с нами были с того начала, когда мы познакомились со Славой, с Караваем, когда мы начали делать совместный контент, когда мы начали подниматься, когда мы начали друг друга бустить, ебать в жопу хостами мы начали. Вы сейчас делаете то, что хотите нас поссорить. У вас не получится. Я там сразу говорю, у вас не получится. Меня нету во фриках, потому что, блядь, ебаный твич не может это исправить. Если что, я создал фрик, понимаете? Я не могу быть не во фрик. Это просто баг, и все. Да нет, просто так получается, что есть какая-то ссора, блядь, но она не между нами, она, блядь, просто где-то в интернете, блядь. Нет. Ребята, вы должны понимать, что я не только могу расстраиваться из-за ситуаций, которые бывают между нами. И у меня есть еще жизнь, и в жизни есть огромное количество проблем, которые я заставляю тильтовать, связанные с моим контентом, когда я не могу, например, делать тот контент, который я делал уже раньше, я не могу, типа, давать аудитории те эмоции, которые я делал раньше. То есть это дает то, что я расстраиваюсь. И здесь не значит то, что Вадя не пришел на стрим, Слава не пришел на стрим. Это значит то, что я не могу. Я не могу, я просыпаюсь, блядь, с мыслями, что мне сегодня делать, понимаете? У меня не получается делать. У меня тоже самое, блядь. Я постоянно не даже, потому что хуй знает, что делать, блядь. То есть так получается, сейчас, знаешь, типа, заходит только одни шоу, блядь. Ну как заходит? Хуй знает. Слава, объясни про хост на Крида. Тут все пишут. Блядь, пацаны, был у Крид на день рождения, блядь. Он говорит, приедешь ко мне подарки распаковать? Нет, про хост. Да, ну, типа, блядь. Я ему дал хост на день рождения. Ребят, если что... Ну, типа, вы должны, мне челы писали, типа, ты не рейдишь Вадю. Нет. Тут даже, тут, тут, блядь, тут ничего нету такого, ничего. Понимаете, типа, ну, блядь, как бы это... Ну, типа, мне похуй. Он хостил... Сколько Слава хостил за все время рандомных людей? Элви, Диану Райс, и... Ну, типа, и что думаете, типа, ну, я что, онлайн не соберу, и зараза, типа, ребят, это... Понимаете, если бы я сказал на своем стриме, ебать, ну, ебать, слава у ебан, конечно, захостил кого-то другого. Базара ноль. Вы могли бы поднять, зачем вы поднимаете проблемы, которые не существуют? Нет, с Наташей не могу объяснить, что случилось. Скоро, ебать. Я вчера уже одну сыграл. ФПЛЦ никогда. Ну, я там в рот отъебали, блядь, блядь, как бот нахуй играл. Настрой бота от спама. Блядь, а что? Ну, блядь, опять Собчат поставили. Я хотел посмотреть вопросы, я хотел посмотреть вопросы. Давайте вот, 10 минут на вопросы, без, без какого-либо спама хуйни. 10 минут на нормальные вопросы. Ну, просто цепляй вопрос, типа, и зачитывай. Да я не могу цеплять вопрос, ты можешь цеплять вопрос? Почему хантик не в Африках? Ну, это не актуально, блядь. Мы всех добавим, мы всех добавим. Я просто до сих пор нормально не занялся фриками, потому что я испытываю проблемы в самом себе. Я не могу найти себя, блядь. Такой, блядь, знаешь, странствующий кент, который просто ходит, блядь. А что ты? Да зачитывай. Или ты там что-то плохое? Ну, там про маму. Ладно, не надо. Блядь, брат, запусти хоть один стрим по форту. Зачем вы это сейчас пишите? Я не понимаю. Пишите просто актуальные вопросы. Почему, почему бустер пошел играть на стримфест? Пацаны, когда мне предложили поиграть бункер с Фенарготом на стримфесте, это было тогда, когда бункер начал проводить только в Аде. И, ну, типа, я подумал, ебать, ну, будет охуенный контент, типа, на мой стрим, блядь. Потому что у меня реально идей нет на стрим. Я прихожу, блядь, оказывается, что это ебаная студия, блядь. И, ну, то есть, это не за день было, это было, ну, типа, за полтора месяца и так далее. Вот, то есть, я прихожу, мне говорят, нельзя ругаться матом, естественно, я их просто нахуй послал, ну, и все. Типа, это, это тип. Нет, ну, это же, типа, это же на свой стрим контент, да. Просто, типа, хотел на свой стрим контент. Ну, просто, когда я соглашался, ну, типа, мне как-то бункер, блядь, я, я же поиграл, я же играл с тобой где-то, ну, или два, или три бункера, блядь. Ну, потом как-то, блядь, я, знаешь, типа, ну, такое, типа, хуй знает. Ну, а когда мне уже в тот день позвонили, говорят, типа, ебать, сегодня это хуйта, и сегодня надо, блядь, делать бункер. И... Ну, я такой говорю, типа, ну, блядь, ну, это полная хуйня, то есть, это уже неинтересно, блядь, Ну, мне неинтересно. Ну, я уже... Отдыхать никогда не буду, когда умру, буду отдыхать. А я отдыхаю сейчас, дядь, пиздец. Не, ебал, я не хочу отдыхать, мне не нравится отдых. Не получаю удовольствия никакого от отдыха, абсолютно. Нет, это не козюлька. Нет, это пармеладка. Вы начали по-другому общаться с 89-м сквадом. Для меня... Объясню. Привет. Блин, замуться, замуться микро. Я объясню вам одну тему по поводу Вовы. Я всегда, я всегда очень хорошо относился к Вове, но я не мог с ним найти общий язык. Правда, он тот человек, который давал мне советы. Это первый человек, который помог. То есть, типа, я вообще никогда не думал в своей жизни, сколько я год стримил на 10 онлайна, и я никогда не думал, что человек может просто так, без какой-либо, без денег, без всего, может захостить, может дать советам. Хотя, блядь, братишкин, это было вот так, типа, блядь, братишкин, это какой-то бог просто. И я не понимал, как такое может быть. Я был безумным им благодарен, но мы с ним не могли найти общий язык, к сожалению. Мы с ним ссорились постоянно. Ну, наша фирменная ссора из-за флешки, за которой мы не общались месяц. И, типа, сейчас мы нашли общий язык. Мы, вот, ну, типа, общались несколько раз довольно, ну, типа, хорошо. Вова очень поменялся, Вова очень повзрослел, типа, и с ним общаться, ну, типа, заебись. И почему бы и нет? Если люди хотят совместного контента 89-го склада и фриков, почему бы и нет? Мы вам его устроим, мы устроим баттлы, мы устроим совместные стримы. Почему бы и нет? Это, ну, такая некая, типа, как баталия, типа, между нами, и между нами никогда не было ссор. Между нами никогда не было ссор. И я объясню такую тему, которую в стрим-инсайде многие продвигают. Именно наши зрители и зрители Вовы стараются сраться, стараются сраться в стрим-инсайде специально для того, чтобы нас выводить на эмоции. Но у нас, как и не было, так и никогда не будет массового пиздеца. Даже если мы каким-то образом поссоримся, мы это все решим без стримов. Слава, почему вы не снимаете видосы на канал Строго Кровая, Аликса и ТД? Я хуй знаю, я пацанам предлагаю видосы снимать. Я Аликса уламываю, блин, я говорю, создай канал, типа, лайв. Это не от славы зависит. То есть, типа, я, я наоборот, ну, только за, типа, у меня там какая-никакая аппаратура есть, то есть мы, и, ну, и, типа, начать что-то снимать, я всегда готов. Вадя просто видосы не записывает сейчас, вообще. Ну, типа, я, я говорю, что если бы Вадя жил бы в Москве, вы должны понимать, что, типа, ну, у нас постоянно был бы вообще лайв-контент, то есть, и куча, куча всякого контента было, и так далее. То есть, ну, с Минском я не знал, что за такая хуйня сейчас. Да, у меня есть такая проблема, сейчас там человек написал, что я предупреждаю очень, очень плохо, да, я предупреждаю очень плохо, я, смотрите, я объясню, то есть, это не, не какой-то я супер уебан, а я последнее время очень сильно теряюсь по контенту, я, бывает, его задумываю за, и, бывает, я собираю мафию за 30 минут, понимаете, до стрима. Подожди, в смысле предупреждаешь плохо, в плане того, что зовёшь? Ну да, я очень часто зову людей, очень поздно. Ребят, меня, меня Вадя, типа, не звал, потому что, ну, он понял, типа, грубо говоря, моё мнение, ну... Ну, мне слово говорил. Мне не очень заходит, мы же, типа, общаемся, вы должны понимать, что, ну, грубо говоря, конфликт у вас, то есть, мы же, типа, мы же, типа, заходили в ДАЭС и говорил, типа, то, что мне не очень заходит, караваи тоже не очень заходит, типа, такие игры, вот, но по поводу мирового господства, то есть, если вы, просто я говорю, меня пчёлки позвал за неделю. Вот и всё, типа, ну... Так-то я бы, ну, я бы залетел бы, я говорю, а сколько мне игра бы, типа, ну, типа, не симпатизировала, вы же должны понимать, что, типа, ну... Я не вижу, я не буду ничего рассказывать про Наташу, отъебитесь. Ребят, Наташа отсосала Ваде, блядь, пока он спал. И уехала, блядь. Потом на камерах, блядь, ночное видение, было видно, как она залазит под одеяло. И начинает сосать. Именно поэтому они перестали общаться. Всё, вот, типа, это близко к правде, поэтому... Ошибка в том, что Вова для 89-го шефа, а у вас все равны, поэтому всё так произошло. Причём, так зачем, я никогда не хотел такие отношения. Я никогда не хотел такие отношения, чтобы... Но, типа, нет, нет, типа, я скажу так, я скажу так, типа, все общаются, как хотят. Я никогда не пытался, типа, ну, знаешь, навязываться, орать, и никого никогда не отсчитывал. Мы чё-то, блядь, должны, типа, допустим, кокосы там засаживать, блядь. Подожди, смотри, смотри, мы, если и срались, то мы срались всегда в шутку, мы угораем над другим, но у нас никогда не такого нету, что мы переходим на личности и начинаем на кого-то пиздеть. У нас был один момент с Вадей, вот там, буквально одна секунда у бустера на стриме, мы с ним чуть-чуть начали сраться. Я его сразу же, я его сразу же... Ты не помнишь, Вадь? Вадя не помнит? Не, он сейчас ситуацию рассказал. Типа, что вы в DC играли тогда? Не-не-не-не-нет, Вадь, вспомни ставки на CS фейли. Ставки на CS фейли, когда ты ставил балик, а мы настоящие балки. У нас, ребят, у нас была, у нас была заминка на 30 секунд. Я мог, подожди, нет, так фишка в том, фишка в том, что если бы я себя позиционировал как какой-то босс там, я бы просто напиздел на Вадю, но я его перекинул в Дискорде, потому что я понял, что он меня не до конца понял. Я его перекинул в Дискорде, мы пообщались, одну минуту вернулись назад и все исправили, понимаете? Я никогда в жизни не буду делать такое, что я там контролю, блядь, что-то там, кому-то что-то рассказываю, высказываю, я так не хочу. Мне это неприятно. Кому-то это нравится, мне это не нравится. В смысле, почему бустер тебя не зовет, ну, в смысле, я как-то что-то собираю, что-то такое, ну, я имею в виду, ну, в последнее время я это говорю редко, потому что я, вот, честно говоря, сейчас лето, и я подзабил, пиздец. Чего, карантин еще сняли? Да, сейчас сняли карантин, типа, мы сидели, делали, делали, то есть, типа, и, ну, хочется выйти, блядь, ну, вы должны, я не знаю, понимаете, не понимаете, то есть, типа, хочется там, я не знаю, снять тачку, хочется съездить в Питер куда-то там, типа, и так далее. Я писал в Аде, когда я собирал там 15 на 15 КС, типа, когда есть какой-то движ, именно, ну, просто в Аде тоже человек, типа, я, ну, это же нормально, что он там, сейчас Машек у него, типа, ну, я, 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 я прекрасно понимаю, о чем речь, ну, я реально, я прекрасно понимаю, о чем речь, то есть, типа, у него девушка, у него пацаны живут рядом, типа, и... Нет, у меня, если что, ну, я, типа, так, могу такую тему, типа, сказать, у меня две недели довольно серьезные были проблемы, типа, в реальной жизни, то есть, они сказывались на стримы очень сильно. Я не понимаю, вопрос, подожди, что, что насчет Манурина, Картмана и т.д., что мне нужно ответить? Это как, к чему это вопрос? У вас какой-то напряг в энергетике. Что, что с оператором злого? А что с оператором злого? Я даже не знаю, кто оператор злого. Артур, который? Новые лица будут появляться в Африках? Я хочу, ну, то есть, типа, я отправил, короче, я хочу всех нарисовать, только я не знаю, как это сделать. Блядь, вот, короче, вот, знаете, я всегда себя ловил на мысли, что я в некоторых моментах супер нерешительный. У меня есть тема, что мне нужно сделать шапку для фрик-сквада. У нас довольно много людей в фрик-скваде. Что мне делать? Мне... Я не могу туда нарисовать всех. Это будет супер чейсвешно, если я туда нарисую шесть человек. Вот, это будет сильно чейсвешно. Я буду ебаным. Я туда не могу нормально нарисовать всех. Как бустер будет к братишкину относиться. Это, блядь, вопрос, который я даже не вижу смысла обсуждать. Бустер сидит и рыгает додик, пиздец, блядь. Блядь, братанчик, мне вообще похуй, блядь. Что у бустера с оператором? Блядь, да пацаны, я в душе не ебу, что у меня с оператором. Блядь, каким нахуй оператором, блядь. Что, скиньте мне что-то. Я тоже не понимаю, о чем в речице, блядь. Шаверма, Манурин, Картман в Африках. Ну, мы с ними такую тему не обсуждали, но... Я вчера перед магой извинился. Если что, вы можете мне писать про магу. Я на магу накричался, извинился. Он сказал, что он на меня не обижается. Ну, типа, мы с ним поговорим. Если это им будет интересно, то почему бы и нет? Мне они в плане контента нравятся. Они очень приятные люди, то есть с ним охуенно общаться. Каравай последний раз был на первом МГ. Так, фишка в том, что я не знаю, типа... Вот Вадя просидел на МГ, ему не понравилось. Я это видел. Он не заходил за луну. Я просто не понимаю, типа, что в этом такого, что, ну, типа, что, челуни заходит. Ну, типа, блядь. Например, давайте тогда... Вадя у меня был... Вадя у меня был на всех стримах по КСу. Давайте тогда так. На всех, ну... Вадя, я видел, ты там, кстати, это, хотел 5 на 5 собирать против кого-то. Да, я тоже против 89-го склада. Против 89-го склада, я хочу собрать... Это фуллэмбал во все игры. Там надо будет во все игры, да. То, что лоул-то полный пиздец, я вообще ни разу не играл в лоул. Как это... Никто не играл. Никто не играл в лоул. Здесь Valorant, КС-ка. Да, это вообще не бар. Потом слышу, Warface. Нет, нет, вы не поняли. Не только такие игры. Мы будем брать... Ну, да там, блядь. Ну, лоул вообще. Нет, не только даже это. Мы будем брать игры по типу капхеда, понимаешь? То есть, типа, один чел сидит сутки, играет в капхед без стрима, там, знаешь, типа... И дает результат. А что заиграть сейчас я хуярит? Я не знаю. А, кстати, прикольное. Вчера видел этот... Играл, и типа, было смешно. А в ГТОшке будем забивать делать его? И Львове, слышь, типа, на докаут прокачать, бля, за неделю, нахуй. Чисто неделю стримов по ВОВу, ёпта. Нет, я предлагаю забиться во всем. Как и типа в умственной хуйне, во всем. Да, да, все игры, все игры. Все игры, в которых, возможно, Бравл Старс, блядь, стендов, нахуй. Умственная тема, они тоже имба вообще. Я, конечно, буду проседать, но ничего страшного. Ну, ничего, Диман, у нас гузло есть. Ой, ничего, Диман, ничего, у нас гузло есть. Да, да, Диман как раз вообще заебись. Да, Диман охуенный человек. Как раз он нам поможет. Если что, я, он недавно звонок другу делал, Диману, когда у Макриска был, он мне дал вариант, два варианта правильных. Я не выбрал их и выбрал правильный. Спасибо им большое, блядь. Я не вижу, что... Зачем вы пишете, как сделать, чтобы меня заметили на Твиче? Откуда я знаю, блядь? Я год ебучий стримил на 10 онлайна. Я не знаю, как это все пошло. Сделайте пару стримов с Риками и 89-м сквадом. У меня сейчас ребята приедут домой, мы соберем 5 человек, и мы будем играть в разные игры. В разные, вы от нас увидите все. Ты фулумба вообще. Ну, Бравл Старс, все, что хотите. Бравл Танкс, ебта. И в Майкрас, слышно, алмазные брони были. И мы это специально сделаем еще так, что... И так, как холи мечтали? На два стрима. Мы, скорее всего, это распилим на два стрима. Может быть, что-то мы сделаем днем. Мне кажется, что на два стрима даже не хватит. Если только прям, знаешь, вот так. Нет, 100%. Если брать на два стрима, понял, что будет прямо у всех у нас на канале. Ты же знаешь, что только игры на самом деле можно зарубиться. Так это на долгосрочку, в смысле, это же не... Rainbow Six, дядь. Мне похуй, я буду просто скачивать и хуяриться, мне похуй. World of Tanks, блядь. Да, вот это фулумба вообще. Что там еще есть, блядь? Блядь, короче, знаете, у меня такой вопрос был. Я хочу у Братишкина спросить. Братишкин решил позвать Ивангая на Pixel Battle. Я, типа, вот этого не понял. Это реально Ивангая будет на Pixel Battle? Моргенштерн образовывал на Pixel Battle, хочешь? Да, да, я же им сейчас наберу, как раз вот так что с ним общался. Ну вот, балдеж. Я наберу. Слава Сидов окоебал, брата. Ну, а я, что сказать, блядь? Нет, ну, типа, по факту, по факту, мы сидим, мы, типа, этот стрим для того, чтобы вы увидели, что, типа, проблемы как таковой нет. Блядь, вы можете дай его бояться, даем, можете к чему угодно, а сейчас фрибаться и пиздец, что? Да похуй, забей, блядь. Блядь, я вообще не помню, что захуйня с оператором, блядь. Забей, забей, хуй. Слова оператора Артура, слова. Похуй, тебе, хуй. Ну, что вы насмехать на Warface? Мне Warface нравится, пиздец. Так, в смысле, не, вам буду Warface 100% играть. Warface же это, блядь, это угарно охудняй, я на Рохин. Что сегодня будет после разговора? Бут кем фриков, блядь. Ну, блядь, я, ну, вы должны, парни, понимать, что мы это, грубо говоря, не делаем, блядь. Ну, вы же должны понимать, что все было совершенно по-другому, если бы не было в депортации и так далее. То есть я бы все лето просто протусил бы, мы постоянно куда-то катались бы и так далее. То есть делали какой-то такой, блядь. Чисто лайв-контент, то есть со стримами, со всем, блядь. Ну, как бы за всех не могу говорить, но я-то точно... Вопрос, вопрос. Вот вроде сейчас появилась лояльность аудитории, лояльность к Жожу, 89-му скваду, никакого хейта. Почему люди хотят поссорить нас именно? Я вот тоже ничего не понимаю. Хуй знает, брат. Здорово, Артур. Как вы? Как вы, блядь. 7, Артур, 7. Ласап. Гомельский таракан, ебать. Почему с Манурином... Артур, что там за тема в Беларуси? Смотри, мне человек пишет, почему с Манурином начали коллабить в 2020? Ну, откуда ты знаешь, что мы начали коллабить в 2020, блядь? Мы с ним стримили еще давно, блядь. Давным-давно, нахуй, мы с ним стримили. Дина в африках спрашивает? Ну да, она еще тот фрик. Ну, я так понял, что там выборы у вас сейчас или что? Ну, я хочу сейчас написать всем людям, которые с нами делают совместный контент, хотят ли они вообще присоединиться к нам именно официально. Слушай, мне кажется, это вопрос такой, да, просто присоединение. То есть, по сути, Дина та же, она постоянно вообще... Ну, кто-то может не захотеть. Она вообще лайв-движухи, она же постоянно мутила такой контент, правильно? Ну, смотри, просто есть там такая штука, там есть как общая статистика в африках. Типа, я ее, типа, отслеживаю, и, ну, типа, я смотрю спады. Типа, у кого, типа, какая стата, у кого какой средний онлайн. Типа, то есть, и я, типа, ну, грубо говоря, контролю эту всю тему. Ты можешь открыть окно, просто здесь. Будет ли слияние восемьдесят девятого склада и фриков? Как это слияние? Мы сделаемся фрик восемьдесят девять? Типа, нет, мы наоборот хотим между нами сделать интересные баталии. Бля, ты какую хуйню пишешь? Когда стрим по пинг-понгу сегодня, мужики? Сегодня восемь часов. Да. Субтитры создавал DimaTorzok